я понимаю что конечно места не хватает всем немножко вот хотя бы там втроем на два стула все будет нормально ну у нас сегодня понедельник 13 что заметно потому что зрители у нас нынче полторы коллеги но мы надеемся что нас смотрят некоторые люди по трансляции вот у нас сегодня в гостях известные кулинары павел и ольга сюткина и нам расскажут о русской кухни русской кухни как раз люди слезли с великого поста им сейчас очень интересно русская кухня конечно добрый день дорогие друзья так попытаемся приспособиться к этому микрофону я думаю что уже слышно да ну что ж давайте начнем наш такой разговор я думаю что он конечно здесь вряд ли будет напоминать какую-то такую формальную лекцию вот скорее действительно просто разговор какие-то размышления я кстати говоря буду очень благодарен если вы по ходу разговора собственно говоря будете в него вмешиваться задавать вопросы может быть высказывайте свое мнение тоже совершенно необязательно кстати говоря это мнение будет совпадать с нашим поскольку мы здесь как бы вещаем не истинно в последней инстанции и не очень наша тоже в какой-то степени наш возможно достаточно субъективный взгляд на русскую кухню и история тут ведь какой вопрос понимаете почему собственно наша лекция называется сегодня мифы о русской я далек от мысли что она пронизана этими мифами насквозь но с другой стороны как и любое крупное культурное явление самом деле важная часть жизни страны народа естественно она обросла за свою историю немалым количеством каких-то историй каких-то на стереотипов которые просто вот они есть есть мы их воспринимаем особенно особо даже не задумываясь над тем насколько справедливо или ложно вот это мне ну наверное каждый из вас может припомнить немало историй каких-нибудь там пожарских котлет каких-нибудь там селедку под шубой до которых сложено там немало там мифов и легенда о том что там да 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 что вот мол там граф пожарский приезжал там московскому князю ты не путай пожалуйста не да 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 эти все смешные истории конечно любопытно читать но в жизни естественно и не имеет никакого отношения и все-таки ну следуя такой какой-то более упорядоченной традиции да мы как люди получившие еще советское образование естественно да начнем с формулирования каких-то тезис так вот что в чем эти конечно прежде всего наверное они касаются каких-то глобальных вещей что такое русская кухня насколько она древняя насколько она самостоятельная или заимствованная насколько вообще можно говорить о понятии русская кухня и с какого времени это наверное первый блок таких вопросов другой такой комплекс он касается различных каких-то элементов этой кухни ну давайте говорить опять же марксистское ленинское образование учит нас что все таки значит материальная лежит в основе до культуры поэтому что материально есть русской кухни русская печка вот о ней на самом деле можно говорить много и долго и может быть не совсем лицеприятно и ну так как мы привыкли к этому и наконец третий блок он связан наверное с историями о конкретных каких-то блюдах рецептурными историческими фактологическими которые на самом деле не так все это было просто и вот те сказки истории они во многом подлежат определенной коррекции и все-таки начнем с главного том ну вот таких глобальных вопросов а что же такое русская кухня вообще русская это когда это откуда когда собственно говоря она складывается вот мы же понимаем что ну собственно говоря русское государство русское самосознание наверное было бы так правильно говорить то есть ощущение людей себя именно принадлежащими ну к определенному так сказать народу она складывается у нас ну хорошо если ко временам ивана третьего то есть это середина пятнадцатого века до этого извините это человек живущий на территории сегодняшней территории до центральной россии это роду князю городу но вот ассоциировать себя как русский принадлежащий к огромной вот этой так сказать территории это было достаточно проблематично и даже собственно говоря ну что войну возьмем куликовскую битву что там так сказать русские против татар да ничего подобного и с одной стороны русские из центральных княжеств и воевода боброк из великого княжества литовского со своим засадным полком полком русских опять же людей но и с той стороны на самом деле точно такие же русские да точно такие же представители русских других княж ну наряду естественно с татарами так сказать монголами народами по волжье вот поэтому на самом деле не русские против татар один князь против другого и вот эти фантазии там знаменитая там песни вставайте люди русские ну это же тоже фактически больше такая фан сегодняшняя фантазия там эйзенштейна по поводу ледового побоища ну не сегодняшняя 38 года удачно ложащаяся в идеологию того времени чем так сказать реальное отражение той той жизни поэтому а вот давайте теперь поймем а что же с кухни если так сказать русский народ так сказать ну вот так начинается его самосознание да вот скажем лишь там вот в те века так вот на самом деле это и кухня я убежден трудно говорить о единой кухне даже в то время то есть говорить о единой русской славянской кухне в те века можно ну наверное примерно также как сегодня говорить о единой китайской кухне ну с другой стороны мы же понимаем что кухня там китайских провинций отличается одна от другой порой больше чем вот кухонь соседних стран так вот то же самое на самом деле было и у нас и кухня отдельных княжеств они во многом были не совпадающей более того скажу значит страшную вещь что может быть чем более развитыми становились те отдельные там районы древней руси тем более эти кухни больше эти кухни раз расходились друг от друга и все таки вот мы говорим что ну вот тем не менее о какой-то русской кухне да у понимания без иронии до какой-то ручки то есть действительно если я давайте так сразу поймем да вот если я говорю какие-то вещи ну ставящие что-то там под сомнения какие-то обстоятельства или где-то там критикующие то это абсолютно не означает что я не понимаю так сказать величие и так сказать важности русской кухни и и нет ну ее без всякого так сказать хихиканье действительно серьезнейшее явление нашей истории перед многими вещами можно снять шляпу просто нужно помнить и понимать вот этот весь огромный процесс как из на территории которые ну в общем не самая богатая в наших там каких-то природных ресурсов достаточно сложным проблематичным климатом с зерновыми ну там всякими сельскохозяйственными культурами ну тоже там не столь разнообразными как там среди земноморья предположим а как за несколько веков на этой территории возникла и сложилась действительно уникальная кулинарная культура которая ну наверное к концу девятнадцатого века превратилась уже в неотъемлемую часть мировой гастрономии которую знали во многих странах мира и которую принимали совершенно на равных снимая шляпу и отдавая должное мастерству русских поваров так вот путь этот на самом деле конечно был совсем не малым не близким просто давайте задумаемся вот что характеризует ту русскую средневековую кухню чтобы понять вот какой путь она прошла ведь обстоятельства эти на самом деле они с одной стороны характерны для любой средневековой кухни любого таскать общества то есть какие то ну да опять же экономика да она лежит то есть давайте поймем что продуктов не хватало в общем это везде в европе в россии там в америке неважно таскать тот уровень производства который существовал сельскохозяйственного производства он с трудом обеспечивал на самом деле выживание общества не случайно французский историк философ жак лигов он говорил что западное общество в роде средневековье находится в постоянном вот этом балансе между жизнью и смертью любой таскать недород любой неурожай таскать он вызывал совершенно катастрофические последствия голода моро и тому подобное в этой связи любая средневековая кухня это не кухня наслаждение не кухня какого-то кулинарного искусства которые конечно со царским двором наверно так сказать изощрялись вот но в основном это кухня выживания вот это очень важное понимание того что когда мы говорим о средневековой нашей кухне прекрасных каких-то блюдах там которые там читаем домостроя то все-таки нужно понимать что во многом это такая проекция некого там понимания прекрасного как это должно было бы быть в понимании там автора домостроя а не так как это было реально в жизни то есть это ну такая вот раскраска книжка которая некий глянцевый журнал которые сегодняшние девушки смотрят ахают и говорят ух ты слушай надо же вот же она как жизнь оказывается бывает поэтому вот эта вещь она важна какие конечно социальные мотивы то есть что мы имеем ввиду средневековая кухня она не сильно разнообразна в том числе и наша русская фактически это все натуральное хозяйство то есть и за столом простолюдина обычного крестьянина и за столом там какого-нибудь там графа князя там нашего аристократа практически одни и те же продукты одни и те же продукты из того самого натурального хозяйства которое у него в очень на дворе так сказать его есть конечно разница и разница только в объемах в количестве блюд да понятно за царским столом 40 50 80 крестьянин потому что он там пару раз в неделю там мясо есть это не в каждый сезон вот но по сути вот этой разницы до 16 века то с особой и и наконец к этому конечно добавляются еще особенности наши непосредственно российские какие они давайте тоже вспомним ну наверное будет правильно назвать первое наше географическое положение вот смотрите удивительная вещь вот если кухни европы свое время завоеванная варварами видоизменилась конечно очень сильно после этого завоевания но нужно понимать что варвары практически пришли к накрытому столу европейской цивилизации то есть многое уже существовало этой средиземноморской кухне да конечно там растительное масло заменилось на свиной жир в массовой кухне да там вино там на пиво ну можно проследить какие-то такие параллели да после завоевания европы но а давайте задумаемся что у нас а у нас то откуда было брать все эти рецепты там заквашивание молока там делами там копчение сава производства каких-то сказать более сложных блюд не было это все рождалось само собой это все возникало эволюционным путем и там где-нибудь не знаю верховьях волги никто никого из предыдущих цивилизации или там каких-то пришлых гостей не научил бы как делать сметану или там как заквашивать капусту это и непосредственно те вещи которые возникали у нас да конечно говорят что россия вот она как мы на пути из варят в реке то есть понятно что стал какой-то культурный взаимообмен ну честно говоря в кулинарной области он не сильно то ощущался то есть ну варяжская кухня вообще средние века скажем так сложно даже понять насколько так сказать это серьезное кулинарное явление не вот а что касается греческого влияния да ну несомненно было но с другой стороны тоже понятно что многие продукты они просто не ну чуждо не характерны для нас какие-то же там оливковое масло и те же сыры которые так сказать у нас были совершенно другие те же там рыбная кухня морская да тоже видите совсем да ну пресноводная естественно другая вот поэтому тут вот об этом взаимовлиянии оно конечно было но переоценивать его влияние я бы не стал огромный конечно комплекс ну вот тех самых мифов или каких-то стереотипов связан конечно и с религиозной составляющей нашей кухни которая несомненно есть да было бы смешно отрицать ее но на мой взгляд вот какое-то серьезное заблуждение заключается в том что ну вот наступила эпоха принятия крестьянства и вот прям поднялся занавес вот мы обнаружили всю эту кухню которую знаем уже по домострою по каким-то позднейшим источником не было это так абсолютно это ну и с любой точки зрения не могло произойти то есть совершенно очевидно что множество из этих блюд были и в дохристианский период и а с другой стороны то вот кухня там постная скоромная она тоже вкладывалась многими многими веками в этой связи проследить этот процесс можно ну на примере каких-то действительно таких исторических блюд которые которые свое ну фактически является наверное еще вот отголосками того дохристианского периода и которые просто вот вымерли уже в новую христианскую эру ну например юрма вот что такое это похлебка представляла сегодня даже наверное далеко не каждый скажет на самом деле это некая комбинация рыбные ухи и супа из курицы куриного бульона да 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 ну вот сейчас только они напоминают наверно донская уха из петуха а вот которые конечно гораздо младше да 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 то есть это сначала варился значит из куриный бульон потом запускалась рыба то есть ну сейчас можно только гадать о этом вкусе о комбинации вот которые давали эти вкусовые ощущения но факт остается фактом этот суп ну это похлебка да суп слова такого не было в те годы он просто не вписался видимо в тот формат постной и скоромной еды который одновременно и постный и скоромный да вот и ну просто хоть он и упоминается скажем домостроя хоть и упоминается в росписи царским кушаньем тысяча шестьсот там двенадцатого четырнадцатого годов так сказать но уже дальше чем дальше тем больше становится просто каким-то историческим таким достоянным еще один одна особенность нашей кухни которая опять же порождает множество ну каких-то может быть не совсем корректных представлений они это наша география наш климат наше население население я имею ввиду плотность этого населения давайте говорить откровенно да 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 россия это чрезвычайно мало населенная страна и сегодня и много веков назад и в этом смысле она конечно это был ну скажем так и плюс и минус то есть я бы не оценивал это резко отрицательно или наоборот почему потому что вот то катастрофическое влияние неурожаев там недорода в котором говорил жак лягов относительно европы относительно средневековой руси все-таки ощущалось гораздо меньше гораздо меньшая численность городов население в них не население непосредственно не завязано в сельскохозяйственное производство все это ну сглаживала скажем так последствия вот этих природных там аномалий связанных с неурожаем заморозками все в какой-то степени да это на самом деле ярким примером является то что назвал 2010 году представьте что такое же бывало и раньше да то что горели торфянники то есть все и урожая нет естественно идти нужно только в лес загребать и тем не менее это это решалось и в этом смысле русь там до монгольского периода скажем это все таки ну некий такой продовольственный оазис по сравнению так сказать той же западной европы не случайно вот все эти воспоминания западных путешественников они говорят о том что вот там рыбу можно было черпать ведрами зайцев ловить руками да там а мед там столько его было что можно было случайно там утонуть забравшись в эту колоду с медом конечно что то из этого такой больше фольклорный характер носит но по сути дела мы подошли вот благодаря приросту населения развития страны к тем самым западноевропейским стандартам где-то уже к 16 веку не случайно русский историк александр терещенко пишет что сказания об изобилии пищи и дичи на не характерны для нашего отечества там до 16 века потом да действительно как то все уже постепенно приближаемся к той картине которую таскать имеем уже в таких близких нам эпоха что еще важно важно конечно климатические вот когда говорят о той изобилии когда говорят о том что вот насколько так сказать этот патриархальный образ жизни он был прекрасен и хорош тут надо помнить одну простую вещь что тот крестьянский труд который издавна был основой нашей кухни нашего стола и быта он был чрезвычайно изнурительным он был совершенно непредсказуем по результатам в нашем климате и практически обеспечивала лишь скудные условия для выживания из века в век из века в век это не менялось и какой-то эволюции условно говоря за тысячелетия шестого века по шестнадцатый век вот просто в обычной крестьянской шилье практически практически нет почему это происходило да по очень простой причине наш климат который достался нам он резко континентарь значит резко перепад зимней летней температуры знаете сколько у нас вот этот пашенный сезон когда действительно можно обрабатывать землю пять месяцев совершенно верно пять месяцев при этом что в северной франции он составляет десять месяцев вы понимаете что тот же самый продукт но производить его там за пять месяцев или за десять месяцев при этом так сказать понимая что уже в конце августа возможно заморозки и то что ты там с огромным трудом выращивал все это просто погибло поэтому то что нам досталось это нам досталось но это нужно понимать что не было того изобилия которое мы читаем там в сказках да блинных там обылинных богатырях и так далее да вот генерал мороз это наш о ее и будем есть да 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 вот я не случайно сказал там по таскать этих были на богатыре из мы как бы совершенно естественным образом рояль в кустах переходим к сюжету о том как наш богатырь и до 33 года провел на печи лежа ну а потом естественно поднялся и начал совершать свои подвиги и мы как-то задумывались свое время слушай ну печка вообще достаточно такой серьезный инструмент вот даже сегодня построить печку на даче да ну вы представляете да какая какая это проблема да то есть это там купить какие-то кирпичи пригласить найти непьющего так сказать печника там через неделю его выгнать значит дальше найти нового новую бригаду да которая что-то построит печка пред первой же растопки естественно треснет ее нужно будет там ремонтировать замазывать слушайте а что средние века так сказать при отсутствии ну то есть материалов таких стандартизированных наших при ну все-таки какая-то там сдвиг с технологией произошел до тех пор что это настолько было просто что там любой бабки там так сказать печь да которая там и вашку на лопату сажала и печку отправляла и конечно чем больше начинаешь в этом копаться тем больше понимаешь всю фантазийность вот этих наших былинных рассказов потому что конечно вот та печь которая была ну условно говоря до девятого века это ну фактически глиняный очаг который ну может быть да где-то был закрыт какой-то крышкой да так сказать глиняной да или выложены из камня из камней которые ну что он позволял ну во-первых понятно что невозможно было его все время не топить потому что это же не огромная печь которая хранит тепло его протопил через два часа уже все это остыло во вторых те раскопки которые говорят ну которые находят ну сейчас в киеве там подоле вдоль днепра собственно там находятся наверное основные такие археологические районы которые позволяют нам понять что было в те времена 6 7 8 век они однозначно говорят что печь это небольшое сооружение ну диаметром круглая диаметром около метра причем так сказать с дыркой вот в этой сфере сферической крыши чтобы выходила так сказать дым да с небольшим устьем которое невозможно было естественно поставить никакой горшок там ну большой да ну понятно там сколько литров нужно было делать варить этой похлебки чтобы крестьянскую семью накормить то есть это делалось уже сверху вот как раз устанавливалось на это так сказать отверстие верхнее и в этом смысле ну как бы технология этой готовки они имела никакого отношения к сегодняшней русской печи воспетой так сказать во всех наших литературных памятников дальнейшая эволюция печи ну опять же посмотрите зайдите в музей истории города москвы сейчас он находится на парке культуры в этих провианских складах там восстановлены как раз прекрасно сложили полностью воспроизвели эту печь ну там где-то примерно 14 15 века русская печь что это такое это примерно вот как этот стол основания просто так сказать кирпичная вот мощная да ну понятно что помнится нагревался избежать пожара и на нем вот такое круглое сооружение длинное просто вот изогнутая так сказать выложенная из кирпичей арка в длину где-то около метра внутри которой дрова уголь ну и можно было там естественно поставить какой-то горшок да но опять это абсолютно не та печь которую мы понимаем и как в ней осуществлять это многочасовое томление которое мы так сказать мы знаем что это отличительная черта русской кухни в общем вопрос и загадка то есть реально печь русская приобретает те очертания о которых мы ну как тоже можем узнавать ее сегодня это ну где-то уже там 15 16 век когда вот она действительно становится таким большим сооружением там углу избы с можно было лежать да так сказать сверху греть косточки да с большим устьем куда можно было уже класть большие горшки там не знаю какие-то посуду выпекать кстати говоря и хлеб и она держала тепло почему я упомянул хлеб да потому что на самом деле в те ранние века нашей истории ну там 12 13 15 до 15 не выпекался хлеб вот в этих печах в избах ну крайне редко скажем так наверное конечно исключать невозможно то есть существовали специальные варистые печи которые делали либо на окраине деревни либо так сказать есть совсем совсем раньше смотреть просто в стенке оврага выгребалась так сказать такая яма ну типа нары там условно говоря да вымазывалась значит глиной вот там разводился естественно огонь значит угли пекся хлеб закладывалась это значит крышкой там либо просто камнем приваливаем приваливалась да хлеб пекся ну и собственно в русских деревнях никогда не пекли хлеб каждый день я думаю что влад так сказать может подтвердить да что в принципе обычная история это печь хлеб на неделю ну на несколько дней вот так сказать пять пять шесть вот этих хлебов конечно конечно пшеничный хлеб прекрасно да поэтому вот тот вид не сказочный а реальный эта печка приобретает только там условия 15 16 веке причем она еще беструбная она еще дымит по черному так сказать все это выходит да и именно в домострое мы собственно говоря читаем что печь значит ее там нужно было так сказать обмазывать глиной да или там делать там металлический медный там какой-то лист чтобы ну собственно не летели угли из нее не избежать собственно этого пожара а с трубой печь вот в том виде которого она есть это петровские времена то есть именно при петре 1716 году издается указ который запрещает строительство вот этих черных печей сначала в санкт-петербурге а потом и москве то есть везде должна быть труба и задаем мы себе вопрос а тогда насколько мы можем говорить о какой-то вот этой самой уникальности русской печи о том что она является ну как бы вот таким неотъемлемым элементом русской кухни если она общем мы видим появляется совсем недавно по историческим меркам более того мы начинаем сравнивать а что было у соседей и мы натыкаемся на такие ну например там письма там 16 века когда в новгороде шведское посольство сооружает у себя русскую печь и вот там русский автор так сказать сообщает царский приказ о том что да шведы у себя на дворе построили избу чистую и в ней печь с трубой вот причем пишет это ну явно как бы так сказать несколько удивляясь этому то есть скорее как в новинку да о том то есть как бы шведы строят ту самую печь с трубой поэтому я ничего не хочу сказать о там каком-то развлечении мифов что там русская кухня там она не связана с русской печью я просто хочу показать что ну как бы не все так просто и многие вещи которые стереотипны казалось бы и очевидны для такого непредвзятого читателя при как бы так сказать попытки их чуть-чуть покопать когда поковырять ногтем да они оказываются не столь очевидны и не столь просты что касается еще одного блока таких проблем он наверное связан ну скажем так с национальным характером русской кухни вот у нас не случайно называются там предисловие к одной из наших книжек еще раз о национальности русской что имею ввиду ну вот не случайно часто достаточно можно услышать такие разговоры мнения что слушать какое блюдо не возьми какой продукт не возьми но он же весь пришел откуда-то в русскую кухню картошка не наш помидор и не наш гречка не наша рис не наш да чё не возьми так сказать все какое-то пришлое ну а на что конечно я всегда ну как-то стараюсь привести контр примеры слушай ну хорошо вот итальянская кухня да вот ты скажи итальянцу что помидоры это не ваша да или там я не знаю полента да какая-то это это не итальянская кухня да ну реакция этого будет непредсказуема а ведь ну давайте тоже знаем что оба этих продукта пришли ну в широкую скажем так итальянскую кухню ну хорошо если там в начале какого-нибудь там 17 века поэтому когда мы говорим о рис не наш извините он больше тысячи лет в русской кухне а гречка ну тоже там так сказать чуть чуть меньше но в общем явно не одно столетие и чем собственно говоря дальше мы смотрим и изучаем вопрос тем мы убеждаемся в том что а нет ничего плохого в том что что-то заимствует это не есть какая-то отрицательная черта русской кухни да и любая на самом деле кулинарная культура она связана с заимствами великая французская кулинария она покоится фактически на наследии итальянской кухни которые там мария венча привезла с собой приехал в париж тех самых поваров все то кулинарные так сказать приемы и ничего и как-то абсолютно себя чувствует нормально нисколько не комплексует по этому вопросу так вот и давайте просто ну как приведем свои мысли здесь в порядок поймем а что же вот с этим заимствованием так сказать происходит что так и не так что где она собственно говоря национальный этот характер русской кухни и в чем он заключается в этом смысле полезно просто разделить все продукты ну все скажем так сказать кухню до любую национальную кухню еще не только наш на внутри такие большие первые продукты естественно натуральные то есть то что выращивается растет там капуста гречка там картошка морковка говядина свинина крольчатина вот раз да вторая группа того вот этих продукт это скажем так гастрономические продукты назовем их условно это то что является предметом первичной обработки вот первых продукт ты что и варенье сал кислая капуста соленые огурцы там тамбовский окорок то есть то что с одной да сыр сметана да 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 творог да вот это все имеет то есть то что с одной стороны подверглась уже какой-то первичной кулинарной обработки но еще не является конечным блюдом а вот третья группа как раз вот то что собственно подает на стол вам повар то есть это вот уже такие кулинарные продукты конечные блюда они уже есть на готовку потребления но это еще не да 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 и вот зададим все вопросом а где же она национальность понятно что не в первой группе ясно что и капуста и картошка и наша любимая репа она растет не только в россии или на территории там российской империи или древней руси ну из таких ну наверное совсем эндемичных уникальных продуктов ну я бы назвал там какой-нибудь только там кенгуриное мясо для австралии на которой нигде больше не встречается вот у нас единственно что уникальная рыба есть ли которые не да конечно можно назвать какие-то да вот вещи да ну вот ну понятно что это не есть там основа там какой-то там кухни национально вот самая скажем национальный характер на мой взгляд лежит именно в 2 группе то есть именно там проявляется вот эти характери там к продуктам добавляется еще некая технология причем технология как раз самая древняя то есть все вот эти квашение там доска и сушение там какая-то ферментация мочения да это все древнейшие на самом деле способы обработки продуктов и именно они характерны на самом деле во многом именно вот для тех территорий национально да в том числе наш наш нашей россии ну конечно можно найти какие-то вещи там общие да ну там понятно окорок коптили везде но вот например там делать соленую капусту именно вот ваш да квашеную правильно поправляешь меня все-таки это скорее как бы наша да там до огурцы к вашим сметана ну в общем тоже наш то есть кисломолочка она все-таки ну квашеную квашение тогда скорее всего фактически вот это брожение другая совершенно ферментация да вот и наконец третья группа она конечно ну носит в какой-то степени национальный характер но здесь то как раз и она и является вот тем предметом кулинарного взаимообмена с культурами как бы других стран то есть ну понятно блюда приходит уходят да так сказать наш там не знаю там салат да оливье там в экспортном варианте ставший русским салатом или там бефстроганов да которые стали уже тоже там известны по всему миру точно также как к нам пришли там десятки если не сотни иностранных блюд и прекрасно себя чувствует в нашей русской кухне вот почему вот хочется всегда когда мне говорят слушай давай восстанавливать вот эту прекрасную замечательную русскую да вот какая она все-таки это же наше достояние патриархальная кухня всегда хочется сказать ребят ну а вы уверены что вот сегодня посади вас за стол там я не знаю там во времена ивана грозного да вы вот с удовольствием будете все это есть это вопрос на самом деле совсем неоднозначный то есть я конечно соглашаюсь что есть масса интереснейших блюд которые да действительно даже с тех пор они вполне как бы и съедобные привлекательные так сказать сегодня но во первых а мы не знаем как их делали тогда то есть конечно есть ну некие там базовые какие-то так сказать рецепты ну какая-то ну даже не рецепты просто некое описание технологий да ну некое описание технологии нет ну например ну смотрите ну вот давайте даже возьмем словарь василия левшина значит то изданные в 1795 году словарь поваренный приспешничий кондитерский и дистиллаторский это кстати говоря одна из первых наших кулинарных книг вот мы должны обязательно этот момент отметить что к сожалению к великому сожалению для нашей кулинарии традиции письменной записи рецептов у нас к сожалению нету первые наши кулинарные книги но в сегодняшнем понимании близкие по крайней мере к сегодняшним поварским книгам это конец восемнадцатого века 1790 сергей да да 790 друковцев там 95 левша ну там еще там пара-тройка так сказать книг может быть так вот что там за рецепт возьмите это технологическая карта который даже вот там пишут элементарно журналах возьмите ломойте говядины отбейте его чтобы раздался и значит посыпьте цебулею и так сказать отправьте там в печь вот естественно ни граммов ни минуты ни градусов сегодняшних там абсолютно нет то есть это отталкиваясь от этого мы можем действовать дофантазировать и в общем-то при большом умении приготовить вкусное блюдо фактически это есть некое описание так сказать технологической операции для достаточно уже квалифицированного повара который знает сколько нужно отбить чтобы раздалось и сколько нужно засыпать цебулею чтобы это было вкусно поэтому когда мы говорим об этих средневековых блюдах то поймите тоже правильно мы не очень можем представлять себе этот вкус потому что вот посыпать луком даже извините простой сказать такой пример у школы майнин начали это для средневекового человека совершенно значит совершенно не то что для сегодняшнего нашего современника почему давайте опять проведем простое так сказать расследование она связана с ролью специй вообще и вот этих пищевых добавок так сказать в нашей европейской кубе какая роль специй в те века она простая это во первых как-то разнообразить тот обычный достаточно грустный средневековый вкус который можно отварить можно пожарить можно подержать на огне чтобы прокоптилось все особых операций ну в кипящем масле что там можно сделать пряжина я так сказать вот ну понятно вкусовая гамма она так сказать гораздо уже чем сегодняшняя это второй момент для специй это консервация продуктов да в отсутствие холодильников понятно так сказать либо солью либо перцем либо там вымочить там рассоле там каком-то с добавлением специи все это позволяет продукты хранить дольше ну и третья роль там это уже такая она медицинская то есть многие там средневековые все эти препараты медицинские они основывались именно там на специи что в россии у нас у нас роль специи играют совершенно другие вещи ну выполняют скажем вот эти роль то есть пойдет не значит у нас не было там специй там перца там шафрана привозили конечно но основной консервант для нас это лук и чеснок не случайно множество упоминаний иностранных гостей о русской кухне ну там шестнадцатого семнадцатого веков которые приезжали и даже там угощались со царского стола посылал им там дипломатам там послам они все отмечают вот этот неперебиваемый совершенно ужасный для них запах чеснока и лука пропитаны да пропитаны так сказать все блюда то есть фактически что им так сказать более-менее нравилось это то что просто готовилась на огне там да гриль сегодня можно было бы сказать поэтому когда мы говорим о вот это посыпь луком в том средневековом понимании ну как бы нужно тоже отдавать себе отчет что вкус тот средневековый он мог достаточно серьезно отличаться от нашего то же самое на самом деле и относительно всех специй лука перца в основном как отмечают множество источников блюда готовились без специй то есть специи там перец соль уксус там какие-то там кислые там сливы там не знаю что все это оставилось рядом пожалуйста хочешь используя очень не используя ну тоже скажем так на любителя вот в таком случае даже то что ты читай до сказал про лёшина возьмите посыпьте приготовьте это вас получится да то есть это уже кулинарный рецепт отличающийся от того что отварите кусок мяса подавте специи отдельно это уже кулинарный рецепт ну я не сказал бы ни что так сказать там средние века не было некого кулинарного искусства наверное так сказать это неправильно ну не случайно все таки уже профессия поваров она существует существует да но говорить о том что мы знаем хорошо что это такое это так сказать большое заблуждение точно так же как заблуждением является вот многочисленные вот эти восторженные рассказы о так сказать всей русской кухни ну там на не знаю 9 10 веков когда похлебкин пишет что в десятом веке каша стала самым распространенным как он называет этот традиционным праздничным блюдом ну слушайте ну во первых а ничего подобного нигде прочитать он не мог ну кроме там таскать одной летописи в которой там упоминается там княжеской свадьбе где там было выставлены там котлы с этой каши все ничего там да вся наша вообще извините первые три века нашей истории письменной они описываются там чуть более чем двадцатью летописями уж которых господи там про кухню то умение всего их авторы заботились было о чем писать и кроме этого поэтому вот эти вещи они как прокомментируют они просто не доказывают то есть это вот не некие это сказать кулинарные фантазии которые да ну да вот да как мы можем мархеллах правильно 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 нет основа основа пищи действительно зерновые так сказать бобовые блюда то есть и мясо и там дичь это естественно лишь по там удачному удачному случаю и ну мы говорим о такой широкой демократической кухне понятно там не княжеская какой то вот в этом смысле нужно понимать что основные потребности организма просто в калориях обеспечивать да за счет каш но говорит что это было именно в десятом веке да я думаю она или в пятом веке ничего так сказать здесь удивительного в этом смысле не было ну каша это просто одно из наиболее скажем так простых и приходящих в голову человек ровно тогда когда огонь сделал из нас человека да конечно да ну что казалось бы проще взять собрать зерна растолочь и просто там не знают отварить не ну мы конечно говорим уже там как какой-то более продвинутой таскать стадии развития человека да который все-таки научился да что-то выращивать вот Ну, все-таки, горшки, так сказать, у нас, конечно, традиционно глиняные, глиняные, да, то есть, конечно, уже металлические. Да, да, да. Мы вообще, кстати говоря, вот, школе мы заговорили об инструментах, то, так сказать, это еще, опять же, так сказать, некая форма стереотипа. На самом деле, если мы посмотрим на инструменты даже 15 века, то мы видим, что они минимально изменились, наверное, с эпохи изобретения металла. Мы говорим не о каких-то изящных княжеских, там, этих самых, братинах, кувшинах, изукрашенных каменьями, а мы говорим о том, что реально использовалось в процессе приготовления продукта, блюд. Так вот, эволюция вот этих приборов, там, гаджетов, да, современным языком говоря, она была абсолютно минимальна. С другой стороны, некое заблуждение связано, опять же, с тем, что, вот мы считаем, что у нас, возвращаясь опять кружкой печи, печь являлась, ну, как бы основным кулинарным инструментом. Так вот, это опять, ну, еще одно заблуждение, потому что, ну, печь, печь, горшок, ухват, да, так сказать, основное, да, ее предназначение. Да, так вот, собственно, если мы посмотрим, там, экспозицию того же музея истории Москвы, тысяча, там, пятьсот какой-то шестидесятый год, клад, который открыт, вот здесь недалеко, разрыт в центре Москвы, и там присутствует совершенно нормальная сковородка, которая, ну, отличается только от сегодняшнего отсутствия, там, так сказать, ручки, да, снимающейся, вот, что это, так сказать, для печи, да, наверное, так сказать, можно было, естественно, там делать и в печи, но, так сказать, в большей части знатных домов уже вполне она присутствует, ну, не то, что это голландка сегодняшняя печь, но, по крайней мере, какая-то возможность просто жарить блюдо на огне, без вот этого там блюда. Давайте просто задумаемся, а вот все эти многочисленные блюда, вот эти зайцы верченые, почки крученые, то есть это же, ну, что, это явно же на, так сказать, на раш переда, так сказать, делалось, насаживалось, их что, в печи делали? Нет. Давайте посмотрим пирожки какие-нибудь пряжные, да, как у нас в домострое, то есть кипящие в огромном, ну, в большой, там, кастрюле с маслом, да, это что, он, повар туда нырял, так сказать, за этим пирожком, так сказать, вот, в это масло туда в жерло этой печки, так сказать, все время? Да нет, наверное, нет, конечно. Да, Таганок, ну, опять же, так сказать, это открытый огонь. И, собственно, если мы посмотрим, ну, остатки тех, там, домов, что-то дошло в археологических, то все-таки знатные дома, это уже, ну, не только печь, не обязательно печь. Более того, печь, она обычно, так сказать, вне дома, а внутри, ну, что-то похожее, там, не знаю, на сегодняшний камин, там, да, в котором уже можно было, ну, голландка, это все-таки позднее, да, позднее, но, тем не менее, печь, да, ну, является вот тем уникальным, вот, который вот только-только на нем, так сказать, готовили. Нет, это один из инструментов, которые, да, характерны чрезвычайно для нас, но это не то, что вот только-только с ним и было связано. Вы знаете, множество, на самом деле, ну, таких каких-то, ну, мифов, да, раз уж возвращаясь к названию нашей лекции, конечно, связано с какими-то конкретными продуктами, историями кулинарными. Ну, наверное, можно много их перечислять, я уже тоже начал тут говорить про пожарские котлеты, да, это неистребимый вообще сюжет, который, вот, мы общими усилиями исправили, слава богу, пару месяцев назад Википедию, да, в которой тоже присутствовал до этого рассказ о том князь, как князь пожарский встречал князя московского, да, и подал ему котлеты, которые, да, не важно, граф и князь, кто кого-то, только нет. Вот, более того, я вот, там, где-то там даже на телевидении, на этой самой передаче-то присутствовали, вот там, где мама и дочка. А, которая мама, ну, на Первом канале. На Первом канале, да, профессиональный повар готовит пожарские котлеты, да, и полностью повторяет всю эту историю. Я не знаю ни истории, ни того, как было на самом деле. Можно рассказать пожар? Да, да, я вот к этому и клоню, да. Что, на самом деле, ну, конечно, это просто, тут трудно сейчас предположить, но я думаю, что, на самом деле, здесь эта штука связана немножко и с советским периодом, когда, вот, все это народное ополчение, минины пожарские, это все было поднято, там, на знамя, там, единение, там, власти и народа, да, и вот отсюда пожарские котлеты, они, как бы, ассоциировались с тем самым князем пожарским, которому они, конечно, никакого отношения не имеют. А имели они отношение к трактиру пожарского в городе Торжке, Евдокима пожарского, который, ну, наверное, ну, сначала, там, его отец еще в конце 18 века открывает этот трактир, потом он сам уже непосредственно. В 1826 году Пушкин в свое время пишет свое письмо Соболевскому, в котором отмечает, да, вот, у пожарского отведа, и там, в трактире, там, котлеты, да, обязательно котлеты, подчеркивает он. Вся эта история, единственное, нас привлекает с кулинарной точки зрения, ведь мы знаем, что сегодня котлеты пожарские – это что? Правильно. Это рубленое мясо, куриное, да, в сухариках, совершенно правильно. Ну, понятно, что там есть еще определенные секреты, да. Ну, конечно, это можно, конечно, целиком рецепт рассказать, да, всю технологию приготовления, кому интересно. Ну, тем не менее, да, ну, тем не менее, так. С другой стороны, мы читаем того же Левшина, тот же кулинарный словарь, и прекрасно понимаем, что слово в... Смотрите, как я вспомню, на досуге от обеда, пожалуйста, жареных котлет отведай, и отправься на лице. Да, молодец. Вспомни. Ну, да, там уже провалдайские баранки, там, да, доступных девушек. Ну, да, так вот, возвращаясь к котлете, так сказать, котлета в то время – это что? Это кусок мяса на косточке. То есть, то, собственно говоря, что и называется сейчас каталета, да, и в итальянской, там, немецкой, какой угодно в языке, да. То есть, это, да, вот, так сказать, кусок натурального мяса. А, собственно, вот, тем изделием из фарша оно становится у нас, ну, где-то, там, 20-е, 30-е годы 19-го века. Ну, понятно, что при явном влиянии, в общем-то, французской, ну, так, европейской, наверное, все-таки традиции, которая активно проникает в те годы в русскую кухню. Более того, скажу вам сразу, неясность есть и с мясом. Дело в том, что, ну, понятно, что до этого котлеты говяжьи. Ну, вот, и Пушкин, да, пишет, ну, говяжьи, телячьи, вот, и переход на вот эту птицу, он, ну, есть некая легендарная история о том, как, значит, Николай, император, да, путешествуя из Москвы в Петербург, остановился вот в этом, в гостинице, да, Пожарской уже к тому времени, Дарье Пожарской, дочке, да, унаследовавшей этот трактир, и та, значит, подала ему в отсутствие, там, так сказать, телятины, да, курицу зарезали, там, порубили и сделали. Ну, понятно, что такой, такая импровизация, конечно, она не могла быть, наверное, в последнюю минуту в присутствии царя, вот, даже тогда в отсутствие, там, телеграфа и радио, да, вот. Вот, поэтому, конечно, понятно, что к этому времени, там, к сороковым годам, девятнадцатый век, к которым относится эта история, вот эта куриная котлета, она уже, ну, как бы, обосновалась в русской кухне, что, в общем, тоже понятно, вот, влияние, там, котлеты Даваляй, так сказать, французской, ну, это же все, сообщающиеся сосуды, понятно, что, так сказать, вот, да, да. Ну, Петеринки не было точно. Да, конечно. Она там бегает. Конечно, конечно. А в средние века, на самом деле, не случайно. Киш, да. Да, да, да. Ты прекрасно понимаешь, да, что у нас не было, если затотности на селе, в особенности экономики, у нас не было рынка в 11-й день. Не мог пойти, купить 2 килограмма в 11-й день. Какими бы, вот, в 12-й день, здесь, вот, свиньи пусели, например, у нас были свиньи, эти дороги, нам знакомы. Но здесь невозможно, в чем, потому что тебе нужно, где-то там, давайте, сюда, свиньи пусели. Да, да, да. Так, этому есть совершенно понятные письменные подтверждения, если не ошибаюсь, Герберштейн как раз и пишет о том, что мы хотели купить на рынке, да, там, сколько там, 3-5 фунтов мяса в Москве. Так вот, невозможно было это сделать, можно было купить только целую тушь. На ней рубят по квадратикам. Да, в этом смысле, конечно, это был такой шаг вперед с этими котлетами. Вот, поэтому, ну, вот, это одна, скажем, условно говоря, история, которая, ну, не то, что развенчивается, типа, ну, по крайней мере, просто показывает, что совсем не так было. Да, замечательная история у тебя есть, которая про шубу. Аня, ну, почему у меня есть? Ну, ты ее любишь. Совершенно недавно эта история появилась, может быть, года 2-3 в интернете, когда стали шубу, значит, раскладывать, как аббревиатуру. Мы даже догадываемся, кто ее придумал. Да, шуба, шовинизму и упадничеству, бойкот и анафема. Это, более того, какая-то совершенно такая, прям, кажется, совершенно правдивая история, что... Ну, ты расскажи историю. Я уже, ну, я особо не... Ты же понимаешь, да, что это в трактире, после революции были драки, пролетариат дрался, и вот решил, где-то, по-моему, 18... Да, 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 значит, и вот хозяин трактира, заметьте, 18... Это после революции, 18-18-19 год, приготовил салат, где разложил все, значит, слоями, там, свеклы, это как кровь, там, чего-то, пролетариат, значит, еще что-то такое. И вот назвал это шуба, шовинизму и упадничеству, бойкот, значит, и анафема, и подал, и пролетариат встречал Новый год в трактире 19-го... Ну, что это такое? Нет, вы будете смеяться, но откройте интернет сегодня, селедка под шубой историей... Он переполнит названные имена, мы даже специально изучали, никогда... Да, не было никогда такого купца вообще... Богомилов. Богомилов. Я вам хочу сказать, на самом деле, то, что касается селедки под шубой, она тоже родилась в ненарованном месте. Был салат из... Вернее, как, салат из свеклы с сельдью, то есть, как таковой салат был. Винегрет с сельдью. Да, винегрет с сельдью тоже был. Я смеюсь и говорю, а в 60-х годах, видимо, какая-то очень заботливая жена, беззубому мужу, выпивающему, потёрла всё это на тёрочке, уложила слоями, получила селедка под шубой. Ну, смех, смех, да, действительно... Это конец 60-х, начало 70-х годов. Ни в одной кулинарной книге, там, не говорю, что дореволюционной, даже советской, этот рецепт до конца 60-70-х годов не присутствует. А вообще, в книгах, под таким названием, да, ну и уложенных слоями, такого тоже нет. А вообще, в книгах старинных русских есть, вообще, мне очень нравится такое сочетание, совершенно неожиданное, уборные винегреты. То есть, это могла быть рыба, это могло быть отварное мясо, это могла быть жареная рыба, и вокруг него укладывали маринованные, или отварные овощи, тогда свёкла маринованные, мочёные сливы и так далее, и укладывали, вот это называлось уборный винегрет. Так, наверняка, плевали это всё уксусом, который называли винегрет, и вот отсюда, вот это пошло такое словосочетание. И заправка винегрет, и то, что вокруг тоже винегрет. Ну, не то, что миф, но, по крайней мере, некое там заблуждение русской кухни, которое возникло в ней внутри себя, связанное вот с этими соусами. То есть, понятно, что это всё родом, ну, наверное, естественно, от французских поваров, которые приезжали к нам, ну, в начале, там, девятнадцатого века, разбегаясь от, там, великой французской революции, да, вот. Понятно, что приезжая сюда, они брали помощниками, ну, у кого-то мальчиков этих, да, там, которые там из деревень, там, к ним присылали, да. Ну, постепенно, лет за десять эти мальчики, там, осваивались, становились сами поварами, вот. Ну, это вот типичная судьба, там, например, там, русского кулинара Герасима Степанова, который оставил нам целый ряд своих книг, там, 830-го, 37-го, 41-го годов. Так вот, откуда вот это путает? Она оттуда, на самом деле, и родом. Эти мальчишки, так сказать, слышали название, там, слова, там, винегрет, да, винагр, да, уксусный или майонез, опять же. Но понимали, они под этим уже не соус, а готовые блюда. Поэтому у нас-то вот с тех-то пор и, так сказать, майонезом, а слово называется не столько соус, сколько майонез из дичи, майонез из рыбы. Готовили майонез. Готовое блюдо, да. Готовили, там были готовые, мы называем соусом. Да, нет. Форма, серый, скальзи, несколько блин, из разных... Майонез, да. Да, да, да. И точно так же винегрет, собственно говоря, у нас это, ну, совершенно понятное, там, блюдо, да, а не соус, винегрет. Не грец. Все может быть, да. Вы понимаете, еще тут один момент с описанием вот этих кулинарных вкусностей. Он связан с особенностями нашего перевода. Да, он, во-первых, да, это сегодняшний переводчик и будь здоров, на самом деле это было всегда. На этом связано, на самом деле, еще одно, так сказать, ну, наверное, давайте уж сегодня последнее, да, я так понимаю, исходя нашего времени, заблуждение русской кухни, связанное с чем? С нашим самым любимым национальным блюдом – водкой. Вот, вот, вот ее, да, кушали, кушай. Известно, да, замечательное исследование Илья Васильевича Похлебкина у русской водки, обросшая само по себе уже целым рядом легенд, которая якобы там позволила там выиграть какой-то международный суд, да, и доказать там наше, так сказать, первородство нашей водки. Ну, что тут сказать, то есть водку у нас любили, это можно совершенно точно, так сказать, констатировать из всех, любили ее давно. Но, с другой стороны, есть исследование Ивана Родионова, да, известного всего и ученого, ну, и производителя сегодняшнего, так сказать, напитка, ой, Бориса Родионова, извините, да, полугара, да, 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 который, ну, помимо того, что он его выпускает, он, на самом деле, ну, достаточно серьезный исследователь русской кухни, который просто проштудировал, не показывал, так сказать, все практически законы Российской империи. У него есть касающиеся, вот, алкоголя, так сказать, начиная еще там чуть ли не там с Алексея Михайловича до 17-го года. Так вот, он справедливо начал разбираться, слушайте, ну, а что водка, неужели, так сказать, спиртовой раствор был, так сказать, вот, там, в 15-м каком-то веке? Ну, трудно же предположить. Правильно, что эта водка была такая же, как ту, которая с легкой руки сегодня приписывает Дмитрию Ивановичу Менделееву, который, опять же, никакого отношения к водке, производству водки не имел. Вот. Понятно, что этот напиток был обычным дистиллятом, ровно таким же самым, как дистиллятом был, не знаю, там, ром, граппа, ракия, джин, виски. Ну, менялась просто, понятно, составляющая, где там овес, где там виноград, где там, да, из чего гнали. Но, по сути, вся технология, ну, там, за какими-то, так сказать, небольшими штрихами, да, вкусовыми, она все понятная и одинаковая. Вот. И в этом смысле он начал копаться. Хорошо, а откуда же водка? Что водка, слово? И вот он начинает, открывает, там, Герберштейна в русском издании. Ну, это вот путешественник, который там в 16 веке приезжал с миссией немецкой дипломатической к нам, пишет. Да, везде пишется, там, да, вот, налили за столом им водки, там, подняли, там, бокалы водки, там, напились водкой. Хорошо, он начинает, так сказать, открывает тот оригинал, так сказать, на немецком языке, и ничего подобного. Там никакой не водка, хлебное вино, да, какие-то, то есть, слово водка там отсутствует. То есть, это творение наших переводчиков, ну, там, 19-го, может, 18-го веков, которые переводили, и которые, да, Вильям Васильевич просто на русском языке увидев, да, так сказать, сказал, что, да, действительно, это водка. Так вот, это хоть еще одно, собственно, заблуждение. То есть, практически, хлебное вино, то есть, это тот самый дистиллят, который, собственно, ну, да, да, ну, это уже, скажем так, больше, как товарное, так сказать, по сути, мы перешли на ректификат только, действительно, уже где-то 80-е годы 19-го века, когда, вот, было принято решение о том, что, вот, казенное это вино, да, действительно, технологии уже открыты, ну, проще, действительно, его было там делать готовый спиртом из картошки, там, или из чего там, из свеклы его там гнали, да, из чего только не гнали, из зерновой, из зер... Из запил, да, да, да. Нет, Владимир Ильич в свое время, в 18-м году, я помню его прекрасную цитату о том, что «хватит переводить картофель на спирт, его можно гнать из торфа». Это, да, это вот тоже. Вот, смотрите, вот, еще одна такая, так сказать, совершенно интересная, любопытная, любопытный сюжет, который, вот, казалось бы, уж чего банальнее, да, ну, русская водка, а нет, копни чуть-чуть, так сказать, эту историю, и у нее открывается совершенно удивительная и неожиданная грань. Вот почему, собственно, я и хочу сказать, что, возвращаясь, собственно, к началу нашей лекции, что русская кухня – это совершенно удивительное явление нашей культуры, о котором, на самом деле, мы знаем, ну, до обидного мало о той давней, так сказать, нашей исторической кухне. И, собственно, чем больше, ну, как-то пытаешься понять, поднимая источники, читая книги, просто пытаясь даже на основе, ну, какого-то здравого смысла реконструировать те процессы и блюда, которые были, ты начинаешь понимать всю, ну, не то, что фальш, ну, по крайней мере, ну, недостаточную точность той картины, которая складывается у нас об этом явлении, вот, в нашем таком обыденном сознании. Когда-то, сможем ли мы, так скажем, докопаться до этого? Вот, на самом деле, это тоже серьезный вопрос. Потому что, не случайно, вот, то, что процесс, который вот в сегодняшнем массовом, так сказать, сознании, массовой культуре, он меня, например, как, ну, специалиста, действительно, очень сильно настораживает. Вот, это бездумное, так сказать, желание, там, гордиться чем угодно и поднимать на знамя, так сказать, любую глупость, которая там была, но если она русская, то она правильная, вот, это, к сожалению, ведет к массовым заблуждениям, к искажению истории, которая была гораздо правдивее и честнее, чем сейчас, может быть, можно на основании наших, там, телепередач или пропагандистских каких-то статей или книг судить. И в этом смысле я, говоря о русской кухне, я хочу подчеркнуть важную свою мысль. То есть, не нужно представлять из России, что она была родиной слонов и первой во всем мире и впереди планеты всей. Но при этом не нужно забывать о том, что эта кухня чрезвычайно самобытная. Эта кухня действительно уникальное явление нашей культуры, о котором мы знаем до обидного мало, и вот изучать ее нам предстоит еще долго и долго. Вот, собственно говоря, на этом я, наверное, хотел бы поставить, если не точку, потом многоточие, и если у вас есть вопросы, то мы перейти к ней. Ну, я думаю, мы не будем здесь поднимать рукой и вставать. Да, я, естественно, в этом деле полный билетан, но у меня сложились впечатления совершенно. Ну, это не было, в этом деле, но, по-моему, в этом случае, ваше пориентарисово-пределение, что вот именно русский холодный клей, вот, и в октябре, еще одно, не еще. То есть доступность в полы, там, то есть, там, в том году, в микророзном Кухня, на недолгое жаркое время у любого хорошего хозяина, там, не болезнь, то есть, да, и погода. Ну, это, да, отчасти справедливо, то есть, смотрите, тут же, ну, понятно, что наша кухня, вот я имею ввиду, ну, центральной России, она, конечно, в достаточной степени обусловлена именно географическими условиями, и, да, можно говорить там про колбасу, да, можно... Там приходится чуть теплее, да, 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 так... Колбаса появляется сера? Конечно, конечно, ну, не только, кстати говоря, колбасы, ну, у нас, например, да, да вот, что-то недалеко ходить, Пасху только что, вот, как бы встретили, да, что такое кулич, да, Оль? Ну, да, ну... Куличи, как бы, в нашей северной части и... В северной, в центральной части, всё-таки, Пасха, это у нас творожное изделие, и куличи, это отдельная выпечка, а уже чуть южнее, Пасха, это что? Это вот тут куличи, всё, у них, как-то, хотя они сейчас все делают, и творожные тоже, но вот именно вот куличи они называют Пасхой, Пасхой или Пасхой. На Пасху достаточно холодно у нас, ну, всё-таки... То есть творог был только северная и центральная часть, а творога не было, естественно, не было этого. Позволял сохранять молочные продукты гораздо лучше, чем... Практически, наверное, всё, что производилось, оно и производилось с целью сохранности на зимнее время, абсолютно всё. Нет, они есть, да, в домострое, да, да, да. Нет, колбаса, колбаса, там слово, да, колбаса, там оно присутствует. Да нет, ну, появляется... Да, нет, в домострое 1550-й год он присутствует вполне. Я думаю, что тут же разница ещё и в другом. То есть, если мы говорим о... Ну, даже по европейским странам, то, значит, колбаса, там, какого-то, ну, более южных областей, это копчёная. Колбаса, значит, северная, это... Нет, секунду, нет, я немножко обманул вас. Колбаса, так сказать, южной части, это всё-таки вяленая больше. А вот уже, там, от Германии и выше, брауншвейгская, да, и так далее, это всё-таки уже копчёная. Вот, что, наверное, тоже в какой-то степени обуславливалось именно климатическими, то есть на Солнце можно там вялить, да. Ну, действительно, точно, мы действительно, как-то реально прикидываем, приготавливаемые близкие, в том числе замораживания. Хотя, ещё, например, в 19-й веке, да, даже, вот, Анна Каремина, мы встречаем, когда... ...обложки, которые прослеживали в деревню, что это прекрасно... ...которые, которые приходили, что они в лапке, они вели, да, в Сирене. ...коскалок в России, где-то, понимаете, в Сирене. ...коскалок в России, в Сирене, в Сирене. ...коскалок в России и происходило в яли, в замораживании. ...коскалок в России, да, как я видел, знаете, вот, где мы берём, там, взберём кушилка на морозе, да, ...вешишь, ещё он локрый. Оно рано или поздно становится сухим, да. ...которых, и таким же колом ты его, потом заносишь в дом, а оно... ...соберевается, и оказывается оно присутствует. ...но сухое. ...то же самое и сỵчным мясом происходит. ...вообще, где это скволь визг? Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Ну, можно, конечно, да. Вообще, что их хоронить? Нужно уже сразу съесть, да и все, да. А кто-то считает, что это не мороженое, это не пилинг. Ну, да. Да. Да в этом Париже вообще и хлеба-то не найдешь, как мы знаем нашего, да. Нет, ну, нельзя сказать, что у нас ее не было совсем, этой культуры. Нет, ну, опять же, там же это культура какая-то. Ну, например, давай. Опять же. Да, да. Глаза требует кишки, серива. Да. У нас не было открытого рынка, если продукты на таком-то посолке, то есть серива. Нет. Только вот зарезали, и, пожалуйста, готовь. Да. Сколько там, соответственно, не было? Ну, вот. Ну, вот, да. Нет, я вам уверяю, что русские люди не рекомендуют точно так же, и не только, и не только, и, 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 и. Ну, собственно говоря, на продажу, понимаешь, вот, я буквально, так сказать, в пятницу, в субботу как раз обсуждали, на «Это говорит Москва», «Историю общепита», так сказать, с ними рассказывали. А когда, собственно, зарождается вот это на продажу? Когда появляется, ну, общепит, да, ну, и вообще, так сказать, продаж? Только, наверное, ну, в массовом масштабе имеется в виду, ну, наверное, где-то 16-й, ну, может быть, там, начало, конец 15-го века. Когда? Да, потому что возникает огромная масса людей, которые уже приходят в города, и возникает, собственно, вот, поместное уложение, возникает дворянство, возникает опричина, которая, так сказать, что, и этих ближайших сотрудников царя-батюшки жалуют поместьями, но жить он должен в Москве и нести службу при царе. Соответственно, ему нужно покупать оружие, лошадь, там, да, там, одежду, там, золотую, там, позолотой. Вот почему тогда-то привозится уже, это все не съедается в поместье, а все это привозится на продажу в Москву, да, вот, денежный оборот. Ну, соответственно, те люди, которые сюда приезжают, их надо кормить, возникают вот все эти уже, там, какие-то харчевные, там, трактиры, и, вот, собственно, складывается тот общепит, и мясо уже можно купить не, там, целой тушей, да, а уже как-то все-таки, чтобы приготовить себе обед. Да, ну, вот это вот как раз вот где-то на стыке, я так понимаю, где-то там уже, там, 16-го века, 17-го, да. Ну, понятно, да. Только утром на рынке, или вы будете? Да, 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 нет, ну, конечно, ну, ко всему нужно относиться со здравым смыслом, вот, поэтому в этом смысле, да, принимать свидетельства, там, каких-то иностранных путешественников, послов, купцов, ну, тоже, так сказать, как-то основываясь все-таки на обычной человеческой логике, потому что чего там порой действительно только не встречаешь. Да, у меня такой вопрос, ну, который, скорее всего, у меня был в отношении с удовольствием, вот, я приехала в другую страну, меня там друзья спрашивают, вот, что им отвечать? Значит, смотрите, вот проще, вот проще всего самое, так сказать, примитивное понимание, что русская кухня – это рецепты, да, ну, типа, там, каша, щи, блины, вот это наши, да, вот. Ну, на самом деле, тогда, так сказать, встречный вопрос, а что такое, извините, там, я не знаю, английская кухня, да, это что, поридж, там, да, там, так сказать, жареный кусок, там, мясо, да, так сказать, овсянка, сэр, да, ну, наверное, это, так сказать, упрощение ситуации, и, конечно же, национальная кухня, это не только рецепты, конечно, это еще и технологии обработки, то, что мы говорили, это поварские приемы, это, наконец, манера подачи, и это, наконец, ну, скажем, некий культурный церемониал, который сопровождает прием пищи, в какой-то степени тоже, да, поэтому, вот, сказать, что это только блины, вот, подай, там, так сказать, если японцу подать, там, так сказать, просто он купит блины, принесет и будет есть, ну, вряд ли это, так сказать, создаст у него адекватное впечатление о русской кухне, А вот если эти блины еще будут, там, пожарены, смазаны с маслицем, а, значит, спалиты сметаной, там, с икоркой, да, если их правильно, так сказать, порезать, да сопроводить рюмочкой водочки, да еще под, так сказать, хорошие разговоры под наши застольные песни, вот это, наверное, будет самое правильное впечатление о русской кухне. Нет, ну, если говорить серьезно, то, конечно, ну, наиболее характерным, ну, наверное, поправьте меня, если я ошибаюсь, ну, таким вкусом русской кухни, вот, ну, который, ну, наверное, встречается крайне редко где-то в другом месте, является, ну, наверное, такой кислобродильный, я бы сказал, вкус, да, Ну, вот, можно сказать, кисломолочного брожения, который характерен, действительно, ну, для нашей, например, там, квашеной капусты, соответственно, щи из этой капусты, да, соответственно, солянка, да, вот то, что там, так сказать, производные, так сказать, многие блюда. Конечно, моченые яблоки, да. Можем маринованные, а именно соленые. Сейчас я только японцам, сейчас русским надо объяснять, что такое. Ну, ты не поверишь, я несколько месяцев назад был в Саранске, мы же шесть километров в городе я родился. Я людям объяснялся, какой-то клянусь, я им объяснялся, какой-то клянусь. Они не знают, что это. Ну, вот, у нас у всех банки. Все сольные курики, все, 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 все маринованные. Да сейчас на рынке-то уже они не маринованные, огурцы продаются. Да, да, да. Ну, раньше тоже был уксус. У вас это делали уксус, да? Да, да. Квасить было проще, да. Маринованные, у нас что, у нас делали моченый, моченый тер, моченые яблоки, моченую вишню. Это было невероятно вкусно. Брусника моченая, конечно. Вот я помню, у меня бабушка даже готовила такие большие бутылики, 10-литровых, наверное, с узким горлышком, моченый тер. Это было невероятно вкусно, это красиво было. Ну, южнее, конечно, да. Тер и вишню просто заливали водой? Вот, да, наверное, водой заливали. Ничего не надо. Вот и как луква, она сама себе. И это тоже самое, само все, да. Вишня тоже? Да, да, да. Не то, что она это? Нет, нет, нет. Она в моченом там? Нет, нет, нет. Все, это там было... Ну, тогда кило сахара, дрожжей. Капуста квашена. Там же, на самом деле, химические каши. Да, сливами там это не обязательно уже. За счет брожения образуется молочная кислота, и уровень молочной кислоты превышает. Хотя определенный уровень не гасит процессы. Ну, да, это подавление молочной кислоты. Вы знаете, я вам открою один секрет. Вот вам только первым. Никому больше не говорила пока. Мы с 20 мая на Кухне ТВ начинаем цикл съемки передач, который называется, ну, наверное, под общим названием «Закрома». То есть передача про «Закрома», да. Про именно консервирование. И я обязательно расскажу вам про мочение тоже. Кухня ТВ. Дециметровый канал. Ну, в принципе, это дочернее предприятие Первого канала. В интернете выкладывается. Выкладывают. У них очень хороший сайт, они все выкладывают. Там будет где-то порядка 20-30 передач. 30 передач будет. Замучить еще, посмотреть. Первое будет 19 июня, и последнее где-то в последних числах августа. Ну, то есть когда еще можно что-то заготавливать. Молочно-кислого брожения. Да. Развищение и блюда. Да. В общем, блюда, эта компетенция, это либо листерий пахлёв, либо, наоборот, жилья пахлёв, либо, наоборот, листерий пахлёв. Если бывает, надо же не ненавидеть. Суперевое. Нет, ну, это квасные вещи, там какие-нибудь ботвиньи, там, да, там, так сказать. Кстати, я привожу сюда всегда в пример. Вот блюдо под названием кислые щи. Да. Да, не то, что мы сейчас можем себе представить. Напиток кислые щи заливали мясо, капусту, там, какие-то овощи заливали кислыми щами. Ставили горшок в печь и вот томили фактически. Ну, что такое кислые щи? Ну, практически квас, да? Ну, квас там делают на разной воде, там, да. А щи только на солоде. Притом на четырёх составляющих. Там ячменный солод, ржаной, пшеничный и вообще какой-то. Какой-то ещё солод, не помню, четвёртый. Не помнишь? Ну, четыре солода. Кислощовое изюдение, да. Штип. Да, пожалуйста. Что такое русские изюдения? Мясные? Ну, самое-самое такое, конечно, это всё-таки буженина. Притом буженину делают не то, что в нашем понимании, что это, возьмите, кусок свиной, значит, окорок. Это могло быть какое угодно мясо. Это и птица, это и баранина. Вот сам по себе технология запечённого мяса, ну, или в духовке, или в печи, предварительно замаринованное, в квасе или, может быть, в вине. Вот таким образом приготовленный кусок мяса, вот буженина, как мы с вами называем, это вот традиционный русский, я бы сказала, вкус и приготовление. Вообще-то здесь не так много, нет. И вот, конечно, всё-таки целиковый кусок приготовленный, он вот, то, что готовили на Рашпере, да, это уже открытый вагон, немножко другой. Всё-таки, если мы говорим о характерных каких-то вещах, то всё-таки это не, ну, в основном, всё-таки для русской кухни той, исторической, всё-таки без вот этой яркой там корочки прижаристой, да, это всё-таки даже если он готовился в печи, то его там этим же соком поливали, вот, чтобы он... Да, и сразу я скажу, что всё-таки, если говорить, спрашивать, а какое мясо традиционное на Руси, всё-таки говядина, баранина или свинина, баранина, баранина ели гораздо больше, чем... Да, и оно более доступное, вот оно бегает, одно дело, там, тёлочка рождается, её, конечно, на молочко, бычок на убой, и это когда-то они ещё родились. Бычок на убой крайне редко, всё-таки его выращивали, доращивали до большого. Ну, понятно, до большого, но всё-таки то, что пойдёт реально на убой, там, через 9 месяцев, через год, ну, да, а вот барашек бегает, он здесь рядышком, поэтому небольшой, и по весу небольшой, поэтому... Ну, барани, бок с кашей, там, няня, там, боже мой, сальник, всё это блюдо, они же... Так она просто из Калмыкии, да, из Чечни это идёт, вот она. Борани, боже мой, сальник, радиом, вот на сцену, да, и там 4-6 баранок, ну, и без ясно, все не брало, а так они вот там, вот выкрытым. Под водочку пойдёт. Я вот, например, для себя недавно открытие сделала, думаю, почему же мы так любим медовики, да, вот для нас вот это вот характерное, вот медовое тесто, мы медовик, рыжик, вот у нас всё это прямо вот такое какое-то праздничное. И тут вдруг меня осенило, а пряники, пряники, медовое тесто, пряники, это просто буквально историческая память, это вкус на генетическую память. А были просто, был просто вот медовый хлеб, ржаная мука и с мёдом, да, это потом уже появились, но это, естественно, вот такой вот... Конечно. Ну, всё-таки, возвращаясь к мясу, то, конечно, ну, вот как избавиться от того, что всё-таки эволюционировала наша кухня. И вот русское мясо, это такое же Бевстроганов, это те же, да, тот же, это пожарские котлеты, да, это поросёнок с хреном, да. Ну, а куда от этих блюд? Это что они? От того, что их не было, извините, там, в 15 веке, да, они что, стали нерусские от того, что в 19 веке изобретены? Ну, да, да, ну, там, лебеди всякие, ну, почитайте, князя Серебряного, там, конечно, все эти огромные там. Я не хочу читать князя Серебряного, я вас хочу сказать. Да, что? Нет, ну, несомненно, да, нет, ну, дичь готовилась, ну, что вы, так сказать, это одно из, наверное, первейших праздничных блюд, то есть, ну, позор, там, тому дому, в котором хозяин не мог подать там лебедя, да, ну, где-то из каких-то источников, сейчас не помню, там, в голове, ну, понятно, что это, там, о доме таком, о таком аристократическом речь идёт, но, действительно, вот эта технология вот этих жареных лебедей, она, кстати говоря, утеряна, потому что сегодня, извините, лебедь, это достаточно жёсткая и такая противная, так сказать, на вкус птица. Да, это было экспериментированное всё-таки птица. Вот, вот как его делали, это сейчас уже... Да, то есть, это могли там вывешивать на неделе просто на провеску и на экспериментирование, когда эта птица уже зеленела, там, мясо... Ну, собственно, уже в 19 веке Аксаков пишет вот в своей книге о русской охоте, что совершенно непонятно, почему вот это блюдо, вот эта птица, она могла быть такой парадной вот ещё там 3-4 века назад. Потому что, да, вот уже тогда никто не понимал этого. Черт, хоть какие-то главные информации из человеческих произведений, это, что-то мы не научили. Мы можем, да, впечатления какие-то, но, если возьмём, да, мне всё время для любого, так сказать, деликатиста в 19 веках, что-то металлические темы, почитающих перечень, ты прям, даже очередность одинаковая перечень людей. Так они все из домостроя того же там брали, да, конечно. Вопрос в том, что, так сказать, не фантазировали ли сами или нет. Да что там, да... Ну, как, Иван Васильевич меняет профессию. Вот прекрасно изложены все эти блюда, за исключением икры заморской, да, всё. Нет, на самом деле там как раз адекватно все эти зайцы верчёные, почки кручёные там, так сказать. Да, да, да. Ну, к пикулю это уже превратилось, да, в кривое зеркало. Ну, Влад, конечно, правильно говоришь, но просто тут беда какая, что слишком мало вот этих сведений об исторической русской... Да, ты правильно говоришь, это там пальцы в одной руки, там порой достаточно. Поэтому хочешь, не хочешь, конечно, к каким-то, ну, более или менее адекватным художественным источникам приходится прибегать. Но, да, когда вот они пишут про девятнадцатый век начало, то ты понимаешь, что это его воспоминания, это то, что его там, так сказать, дома кормили, он... Или это верши Милёва, ну, зачитаешься просто, да. Вот, а, конечно, фантазии про шестнадцатый век, там, так сказать, авторов девятнадцатого века, это, ну, скажем так... Нет, нет. — А, нет. — Просто в чём делать? Когда он не делал с настоящим исследованием, настоящим исследованием, этого не было, этого не было, этого не было. Может быть, было вот это. А вы хотите, потому что так, так и так. А как раз, ну, от серьезных людей это очень трудно, потому что, как правило, ничего такого не занимало, не занимало. Да ты просто разнеси людям, так сказать. Так-то они постесняются, там, как обычно. Да, да, да. Ну, на этом, в общем, лекции конец. Кто слушал, молодец. А у нас, между прочим, есть кекс авторства Ольги Сюткиной, как я понимаю. Очень вкусный, мы уже проверили. Так вот, те, кто слушает нас по трансляции, должен заметить, что кекс по трансляции не передаётся. Так что в следующий раз приходите сюда, очень рекомендую. Ну что, спасибо всем. Да, я так понимаю, камеру можно выключать. Начнём. А то что у вас в кухне.